Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 24 октября, неделя 18 по Пятидесятнице. Православная Церковь совершает память Святых Отцев Седьмого Вселенского Собора. В VIII столетии император Лев Исаврянин воздвиг жестокое гонение на святые иконы, которое продолжалось при сыне его и внуке. В 787 году против этой иконоборной ереси царицу Ирину созван был VII Вселенский Собор в Никее, на который явились 367 отцов. Вселенские Соборы, которых было всего семь, собирались для уяснения вопросов веры, непонимания или неточные столкования которых вызывало смуты и ереси в Церкви. Также на Соборах вырабатывались правила церковной жизни. В конце VIII века в Церкви обозначилась новая ересь иконоборчества. Иконоборцы отрицали почитание земной святости Матери Божией и святых божьих угодников и обвиняли православных в поклонении тварному созданию иконе. Вокруг вопроса о почитании икон возникла ожесточенная борьба. На защиту святыни поднялись многие верующие, на которых обрушились тяжкие гонения. Все это потребовало дать полное учение Церкви об иконе, ясно и четко определить его, восстанавливая иконопочитание наравне с почитанием Святого Креста и Святого Евангелия. Святые отцы VII Вселенского Собора собрали церковный опыт почитания святых икон с первых времен, обосновали его и сформулировали догмат об иконопочитании на все времена и для всех народов, которые исповедуют православную веру. Святые отцы провозгласили, что иконопочитание – это законоположение и предание Церкви, оно направляется и вдохновляется Святым Духом, живущим в Церкви. Изобразительность икон неразлучна с евангельским повествованием. И то, что слово евангельское сообщает нам через слух, то же самое икона показывает через изображение. VII Собор утвердил, что иконопись есть особая форма откровения, божественной реальности и через богослужение и икону божественное откровение становится достоянием верующих. Через икону, как и через Священное Писание, мы не только узнаем о Боге, мы и познаем Бога. Через иконы святых угодников Божиих мы прикасаемся к преображенному человеку, причастнику божественной жизни. Через икону мы получаем всеосвящающую благодать Святаго Духа. Каждый день Святая Церковь прославляет иконы Матери Божией, празднует память святых Божиих угодников. Их иконы кладут перед нами на аналой для поклонения и живой религиозный опыт каждого из нас, опыт нашего постепенного преображения через них, делает нас верными чадами Святой Православной Церкви. И это истинное воплощение в мире трудов святых отцов Седьмого Вселенского Собора. Именно поэтому из всех побед над множеством разнообразных ересей одна только победа над иконоборчеством и восстановление иконопочитания была провозглашена торжеством Православия. А вера Отцов Семи Вселенских Соборов есть вечная и непреложная основа Православия. И прославляя память святых отцов Седьмого Вселенского Собора, мы должны помнить, что именно им мы обязаны воздавать благодарность за то, что освящены наши храмы и дома святыми иконами, за то, что теплятся перед ними живые огоньки лампадок, что повергаемся мы с поклонами перед святыми мощами, и Фимиам Ладена возносит сердца наши к небесам. И благодарность откровения от этих святынь многие и многие сердца наполнила любовью к Богу и одухотворила к жизни уже совсем умерший дух. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Апостола от семидесяти, Филиппа, единого от семи диаконов, преподобного Феофана Исповедника, Творца Канонов, епископа Никейского, преподобного Льва Оптинского, празднуется собор всех святых в Оптиной пустыне просиявших, преподобного Феофана Постника Печерского в ближних пещерах, Зинаиды и Филанилы, Филарета Великанова Пресвитера и Александра Гривского Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!